всем привет друзья и с вами я михаил шилов автор проекта будушин.ру будоблог.ру макевара.ру корректура.ру докторшилов.ком все это мои проекты кто не знает о чем они заходите на них вот смотрите это несколько из них проекты по боевым искусствам будушин будоблог и макевара макевара соответственно макевария постановки удар и так далее докторшилов.ком это спортивная тромботология ортопедия вообще спортивная медицина корректура.ру это о работе над собственным телом и так далее но сегодня я хочу поговорить о другом я давно не выходил в эфиры прямые вот не знаю чем это связано было видимо был что-то шибко занят то ли не в себе как говорят меня очень трудно вывести из себя еще труднее загнать обратно вот вышел и долго возвращался вот но сейчас как бы все нормально и вчера было 12 апреля день космонавтики великий на самом деле день не только для нашей родины для мира вообще потому что ну я например вообще космополит я любые достижения считаю мировыми достижениями любые как в каких бы они государствах не делались но все равно отрадно конечно то что это было на той территории и русскоговорящим человеком правда выросшим в ссср другое государство не то в котором сейчас мы живем но тем не менее вот и вчера что я увидел я увидел то что в основном все говорят а юрий сече гагарине то есть везде все мемы и все поздравления все эти высказывания лозунги и все остальное все со связано с тем что юрий гагарин вот это наше все друзья мои а я считаю что мы так обошли своим вниманием самого важного человека без которого космонавтика вообще бы не состоялась я не буду говорить о циолковском да ну скажу я сергей палоч королеве считаю что вот праздник этот а прежде всего должен был быть с связан с его значит именем они с именем юрия гагарина я об этом уже как-то записывал там где подкаст но это было давно и поэтому я отчасти хочу повториться потому что я вижу эту тенденцию она с каждым годом все сильнее что юрий алексеевич гагарин это вот вот наш все а в этот раз я не увидел ни одного портрета ни одной фотографии сергей палоч королева ни одного ни одной фотографии не увидел чтобы чтобы ассоциировали день космонавтики непосредственно с ним и это очень обидно потому что именно этот человек заслуживает самого большего почитания наверное в этот день как отец отечественной космонавтики и мировой космонавтики как таковой я скажу вам что юрий алексеевич гагарин был конечно величайшим человеком он был героем это был смельчак огромный это полететь в космос туда откуда живым как без никто не возвращался собаки в том числе да вот никто и он полетел вернулся то есть это героически конечно был сам человек если он был в полном в нормальном уме и доброй памяти то это конечно требовало колоссального геройства ну вот и мотивации какой-то внутренней это да безусловно он был первый он был герой он был очень храбр но понимаете давайте посмотрим с этой позиции с точки зрения значит логики ну вот предположим не было бы гагарина думаете бы что советский союз бы не нашел бы ему замену причем нашел бы ему замену в тысячную долю секунды больше того я не сомневаюсь нисколько или и так есть и все в этом сразу знают что были обязательно дублеры то есть если вдруг чего-нибудь не так было с гагариным то тут же его бы кто-то заменил то есть родина нашла бы себе бы нового героя а в одну секунду и полетел бы другой человек если бы не дай бог что-то было ну гагарин а вот если бы с королевым что-то произошло вероятность того что что-то там заменить на последнем этапе на момент пуска да разумеется но на момент создания ракеты и конструкции испытаний создание вообще по самого процесса творческих групп рабочих групп системы если можно говорить в то время о системе менеджмента качества карты производства и так далее все прочее это и изыскание научные не окр весь это конечно королев однозначно если бы с ним что-то произошло то космонавтика была бы отброшена бы наше бы отечественное на десятилетие наверное бы назад потому что этот человек себе воплощал всю космонавтику он ей и являлся непосредственно вот а что касается в вагонке с америкой да кто первый бы вышел в космос человека выявил бы вернее бы мы бы ее бы точно проиграли бы тогда если бы не королев и вот мне как раз обидно я хочу расставить точки над и вернуть некий статус из никого считаю что друзья может быть вы тоже подзабыли сам чуть-чуть или не задумывались над этим просто кто сделал этот день этот день все-таки сделал сергей палыч королев а не юрий ксич гагарин эти я может быть слегка цинично выскажусь но как говорится посидеть с мтушкой в кастрюльке выброшенной на там орбиту это мог бы сделать чисто физически чисто физически любой это даже собаки сделали понимаете то есть ума особо не надо и гагарин ничего бы особо сделать бы не мог вот запульнули и все а дальше как бог на душу положит как там это дело кончится все зависло от того насколько рассчитали там инженеры все хорошо с самого начала вот и всего только от этого а вот кто это дело сделал кто за эту самки кастрюльку запулил но в кавычках да кастрюлька разумеется это был величайший человек я скажу вам больше именно под руководством этого величайшего человека и создано было то чем до сих пор пользуется роскосмос которые более чем за полвека да какой там за полвека уж я не знаю но еще немного времени пройдет но не немного много но мне что-то кажется что и век пройдет а будут пользоваться теми же технологиями все которыми собственно говоря а пользовался советский союз когда выводился с ракеты свои как илон маск даже говорил да хорошие двигатели союзовские там вот эти все которые были в этом у ракет все замечательно но они старые это уже не те технологии это надежно это как говорить о том что машину которую создал форт в свое время там да она типа надежная можно можно на ней но это же не значит что это нужно уже совсем технологии другие материал другие все другое так вот роскосмос в принципе используют эксплуатирует те технологии которые были раньше и ничего нового кроме там утопление такс вечно в недостроена к это космодрома как восточный как сказал сам гирогозин когда задали ему вопрос а сколько будет со строится сам восточный он сказал что он будет строиться всегда насколько я помню что качество хохма была но мне что-то кажется что это не хохма нифига в каждой шутке есть долю шутки также что у нас еще лифты делают да это роскосмос со звуком голоса это гагарина когда лифт сам не трогается это сами поехали еще рогозин пишет песенки да и выпускает альбомы которые можно прослушать на официальном сайте роскосмос вот наверное и все собственно для достижения а из недостижений то это можно много перечислить и было запланирована эмиссия на луну была запланирована эмиссия на марс причем они уже должны были обе давным-давно состоятся не были означенные конкретные сроки которые не были выполнены ну собственно говоря я даже все время по этому поводу записывал какой-то подкаст когда говорил о том что очень бы хотелось разочароваться приятно разочароваться в том что что человек который все время врет сам сказал и не соврал то есть мы уже прямо знали что он там соврет а у нас разочаровал и нифига не собрал и не соврал и дело сделал вот пока мы так ни разу не разочаровались до приятную сторону для себя ну так вот друзья собственно говоря поэтому еще раз говорю день космонавтики лично я это мое и мхо вообще то что я сказал это все мое личное мнение субъективное суждение и все такое прочее то есть я считаю что день космонавтики если есть какой-то человек которого мы в этот день должны особенно сильно славить это конечно сергей павлович королев юрий ксения гагарин да герой мы славим его за полет за полет за то что он совершил первый полет человека в космос так что человек оттуда вернулся живой вот так лучше говорить да не первое человека в космос а первый полет который из которого человек и живой вернулся так вот так нам лучше сегодня правильнее вот за эти слави то есть мы можем его славить как героя который первый побывав в космосе вернулся вот но это не день космонавтики все-таки день космонавтики это день космонавтики космонавтика это более широкое понятие. Космонавтика это вообще покорение космоса как таковое. И космонавтика началась тогда, когда запустили искусственный спутник Земли, потом запускали белок, стрелок и так далее. Вот космонавтика-то. Понимаете? А не полет человек в космос. Только лишь. Поэтому вот так, друзья. Ну, это я так считаю. А вы как считаете, можете высказаться в комментариях к этому видео. Кстати, это видео выйдет и на Live Channel на Ютубе. Оно будет, скорее всего, и в Инстаграме на канале на моем основном, в разделе Кухонный Философ. Вот так. Так что всем... А, да, и на Яндекс.Дзене наверняка оно мне тоже будет. В том числе, наверное, и в качестве транскрибации. То есть будет еще и статья. Жду ваши комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. А помните ли вы, кто такой Сергей Павлович Королев? Помните ли вы, кто такой Циолковский, кто такой Цандер? Чем обязаны космонавтика? Им и так далее. Ну, всем пока.